Здравствуйте! Наше время пришло, 11 часов. Давайте потихоньку начинать. Кто-то еще может подключиться, но мы так или иначе начнем. Меня зовут Тимур Ситюков. Добро пожаловать на наш вебинар, вебинар компании Axelot Tech. Тема сегодняшней нашей встречи достаточно интересное оборудование, которое получается все больше распространения. Это вертикальные шкафы или карусели для компактного хранения и автоматического опплектования заказов. В самом начале буквально несколько слов о нашей компании Axelot Tech. Мы входим в группу компании Axelot, занимаемся поставками оборудования, его монтажа, наладкой, сервисовым обслуживанием. Если брать нашу программу поставок, ее грубо можно разделить на три части. Это энергетика, складская техника и оборудование для автоматизации складских операций. Что такое энергетика? Энергетика, в нашем понимании, достаточно интересное решение. Машина, которая называется еще по-другому ко-генератор. Здесь мы производим одновременно и электроэнергию и тепло. На картинке вы видите один из примеров комплектации такой установки контейнерного типа. Там есть двигатель. На двигателе генератор. Генератор производит электроэнергию. С двигателя мы снимаем тепло. С выхлопных газов мы снимаем тепло. В результате, предположим, машина на 1 мегаватт электроэнергии производит 1 мегаватт тепла. Что это значит? Значит, вы сами производите себе электроэнергию. Себестоимость порядка 2,7-3 рубля за киловатт. И плюс у вас еще тепло. Себестоимость тепла 800 тысяч рублей за 1 гигакалорию. С учетом этого, окупаемость такой машины может запросто быть 2,5-3 года. На рисуночке здесь несколько наших резонных объектов. Сейчас у нас по России их порядка 40. Если брать техническую часть, то, наверное, мы можем показать объект, который отвечает любому техническому запросу из этой области. Если смотреть слева направо, то первый пример, когда двигатель с генератором установлен на раме, уже готовое помещение клиента. Второй пример. Здесь три установки по 700 кВт стоят без теплоотбора. Клиент снабжает свой дата-центр. Ему нужно только электричество, тепла у него самого там достаточно. Третий пример. Наиболее, наверное, типичный для этой отрасли. Здесь вы видите две машинки по 800 кВт. Это галлический автокрановый завод. Они снабжают свое предприятие электроэнергией, работают параллельно сетью. То есть тогда, когда машины не справляются с нагрузкой, клиент набирает электроэнергию из сети. Третий, или уже четвертый вариант, это автономное энергоснабжение. В данном случае мы видим центральный распорядительный склад компании «Спортмастер». Две машины по мегаватт-двести стоят. Одна машина находится в горячем резерве. То есть клиент питается от одной машины. Когда останавливается вторая, останавливается первая. Идет тут же переключение на машину, которая была до этого резервы. Ну и последняя картинка, наверное, самая комплексная решение, интересная. Клиент занимается производством комбикорма АПК Курск. Здесь стоят три контейнера, которые производят электроэнергию. Тепло выхлопных газов мы утилизируем здесь в паровые котлы, которые тоже исполнены как два контейнера. Вот два паровоза, которые стоят посередине, как раз они и есть. В результате клиент питает свое предприятие электроэнергией, паром для технологий и теплом для горячей воды или отопления. Вообще технология очень интересная, перспективная. Можно много о ней говорить, как рассчитывать сети стоимость, как подбирать контейнеры. В общем, это тема для возможного отдельного вебинара, который, наверное, мы запланируем и проведем в дальнейшем, если будет интерес. Второе направление – погрузочная техника. Мы здесь сотрудничаем с компанией EP Equipment. Входят десятку крупнейших производителей подобного оборудования в Китае. Завод сам производит литий-ионовые батареи. На слайде у нас всегда есть погрузчики, потому что билер, тележки с удовольствием всегда даем попробовать. Как для того, чтобы оценить качество оборудования, китайские производители, бывает еще не доверие к ним, так и преимущество литий-ионовой технологии. По клинингу мы работаем с итальянской компанией Ghibli Vibli. Хорошие, надежные, проверенные временем оборудования. Ну и стеллажные системы – это все, что может потребоваться, все, что известно на рынке – фронтальные, глубинные, гравитационные и так далее. Третье наше направление – это оборудование для автоматизации. Слева вы видите вертикальные шкафы, шаттловые стеллажи с шаттлами. То, что касается световых технологий Put-to-Light, Pick-to-Light, здесь мы сотрудничаем с японской компанией, закупаем световые панели и дальше уже оборудуем по запросу клиента либо стеллажи, либо гравитационные стеллажи, танцы отбора, тележки отбора. В общем, все, что нужно в данной конкретной ситуации. Ну и терминал сбора данных, сканер и принтер – это, в общем-то, известно всем клиентам, которые пользуются ВМС. В двух словах, наверное, все. Теперь давайте перейдем к теме нашего вебинара, основной теме нашего вебинара. Хочу представить вам нашего замечательного, отличного партнера, компанию «Констрактор», представителя компании «Констрактор» Владислава Патарака. И ему я передаю слово. Владислав, пожалуйста. Спасибо большое. Рад приветствовать вас, дорогие коллеги. Для начала я хотел бы вам немного рассказать, буквально, в двух словах о нашей компании. Компания «Констрактор» является частью международной группы. Сама компания ведет свою историю с 1947 года. Мы поставляем различные решения для систем хранения, обработки грузов, как для складов производственных предприятий, так и для архивов, банков, музеев. Сейчас мы на данном мероприятии поговорим об автоматизированных системах хранения, которые, в первую очередь, предназначены для складских и производственных предприятий. На данном слайде вы видите несколько перечисленных, несколько измножеств тех систем, которые мы предлагаем. Это оборудование для хранения комплектующих, в основном мелких комплектующих, системы карусельного типа под названием «Паттерностер», либо системы вертикально-лифтового типа «Торнад». Также в двух словах и в первую очередь хотелось бы рассказать еще о паре систем, но уже для хранения и обработки грузов в виде палет, поддонов. Это система «Шаттл» и система «МОВА», передвижные палетные стеллажи. Система «Шаттл», система глубинного хранения, которая под названием для расположения определенного количества палет в глубину в каждом канале, позволяет получать доступ к палетам как по принципу «Лифо», «Лест-инферст-аут», так и по принципу «ФИФО». Система может быть как полуавтоматической, то есть с управлением оператором-погрузчиком, либо оператором склада, так и полностью автоматизированной и интегрированной системой учета, либо системой РП-компании. Также еще одно решение для хранения грузов на поддонах – это мобильные передвижные стеллажи, так же, как и предыдущая система, она позволяет довольно плотно расположить грузы в помещении, то есть занимаемая площадь именно товаром может составлять до 90-95%. Отличие по сравнению с системой ШАТО заключается в том, что здесь вы получаете доступ к каждой палете в любой момент времени, и при этом довольно плотное хранение. По большому счету, система базируется на стандартных фронтальных стеллажах, но они интегрированы вместе с передвижными мобильными основаниями, которые, собственно, и позволяют обеспечить необходимую плотность, и вы всего лишь имеете одну аллею. Ну, скажем так, эта система сродни довольно известным архивным системам, полочным, но здесь это решение уже предназначено для более тяжелых грузов, и для больших нагрузок, и для больших габаритных помещений. Дальше хотелось бы, собственно, рассказать о той основной теме нашего мероприятия, которая заявлена, это автоматизированная система хранения небольших комплектующих, и в основном речь пойдет сегодня о системе Торнадо, которую мы предлагаем. Это вертикально автоматическая система, необходимая для хранения, подбора, учета комплектующих. Данное решение позволяет довольно высокую плотность хранения обеспечить на небольшом участке, и при этом сократить ошибки, которые возможны при подборе комплектующих, и в целом достаточно оптимально подойти к процессу хранения и подбора в зоне пикинга. Ну, а также данная система легко интегрируется с системами учета на складе, и вот дальше мы немножко об этом поговорим. Система Торнадо является продолжением данного вида оборудования. Изначально подобные решения были реализованы в виде вертикальных систем карусельного типа. В нашем обозначении эта система называется IPN Торнадостр. Отличие заключается в том, что, вот как вы видите на правом слайде внизу, есть система замкнутого цикла, которая перемещает лотки по замкнутому контуру и доставляет эти лотки в окно выдачи, собственно, с них и производит подбор оператор, который находится перед машиной. Уже новое поколение данных систем было изменено таким образом, чтобы иметь возможность доставить не последовательно лотки из системы, а доставить оператору любую полку с любым товаром из всего того набора грузов, которые находятся внутри данного вида оборудования. И как раз вот о преимуществах и об особеннох системы Торнадостр дальше хотелось бы немножко с вами поговорить. Ну, во-первых, это действительно одна из самых быстрых на рынке складских систем с точки зрения скорости выдачи товара оператору, который находится перед окном выдаче. Система снабжена стандартным набором аксессуаров, которые призваны в первую очередь обеспечить и облегчить оптимальную работу оператора, сделать ее простой, быстрой и, скажем так, чтобы тот сотрудник, который находится в этой зоне и должен подобрать позиции согласно листу отбора, он меньше всего дома выполняет свою работу точно и качественно. Система снабжена интерфейсом, который отображает и текущее состояние системы, отображает всю информацию о том товаре, который находится внутри машины, о тех позициях, которые в текущий момент должны быть собраны. И что самое главное, это оборудование работает под управлением системы Windows, что обеспечивает очень простую стыковку с любыми периферийными устройствами, такими как принтеры, сканеры, подключение любых мониторов, тех, которые удобны конкретному клиенту в виде сенсорных, либо мониторов с большим дисплеем. Все это можно сделать легко и без привлечения фактически сотрудников компании. То есть это может сделать сам клиент, ну, так же, как это делается для любого персонального компьютера. Система, кроме того, что быстро, она еще и позволяет довольно обеспечить большую емкость хранения, благодаря тому, что сам лоток, на котором находится товар, он имеет размеры стандартные до 4 метров. Есть решения, которые могут поставляться с еще большим размером лотка. То есть данный размер может достигать 4,5 метров, что обеспечивает хранение довольно габаритных товаров, при этом обеспечивая их эффективный подбор и высокую плотность хранения. Система очень распространенная в мире. Здесь вы видите небольшую карту и количество инсталляций, которое было произведено на момент середины прошлого года. Как вы видите, очень большое распространение систем интернета имеет, как в Европе, так и во всем мире. В России есть тоже установки, их не так много, поскольку система, скажем так, становится все более и более узнаваемой с каждым годом, но мы стремимся, в том числе вместе с нашими клиентами, к тому, чтобы об этой системе узнали больше и поняли ее преимущества. Вкратце, что может система и какие функции основные входят. Во-первых, как я уже сказал, она очень легко и просто интегрируется в систему учета компании. Об этом чуть позже мои коллеги расскажут, как это может быть сделано, приведут примеры. Но, кроме всего прочего, эта система позволяет сохранять все необходимые данные о товаре и о заказе внутри самой машины, что позволяет легко производить процесс подбора заказов, согласно листу подбора, функции пополнения товара. То есть, безусловно, если вы из этой системы какой-то товар забрали, в какие-то периоды времени вы получите пустую ячейку, которую необходимо пополнить. И вот весь функционал примитивный к это опирается в заложенную оборудование. Это может быть сделано на основе контроля остатков, которые внутри системы учитываются. Собственно, как я уже сказал, полное направление товарной обзора позволяет легко и просто позволять как инвентаризацию, так и выводить любые отчеты, получать информацию, кто, что, когда из этой системы забрал, либо кто допустил какие-то ошибки, когда вместо одного товара забрал другой. Есть контроль доступа, есть удаленный доступ для того, чтобы можно было в случае каких-то форсмажированных ситуаций сотрудникам уже нашей компании проверить работоспособность всех необходимых компонентов и легко и просто решить те задачи, которые простой оператор не может решить ввиду того, что что-то он сделал нештатно. Здесь вы видите в правой части экрана и пример окна с дисплеем информационным и, собственно, те лотки с товаром, которые находятся внутри системы. Окно выдачи, через которое, собственно, машина общается с оператором, доставляя ему товар и позволяя ему забирать товар с лотка, либо, наоборот, процесс пополнения происходит в обратном порядке, когда оператор укладывает товар на лоток, и дальше эта полка попадает уже в систему на свое место. Необходимые опции для того, чтобы облегчить работу, дополнительные опции, в первую очередь, это и световые указатели различные, и линейные точные, которые указывают, из какой части полки, поскольку она довольно больших размеров, нужно забрать товар. Отображение конфигурации самого лотка, в том числе и на дисплее, которая показывает четко зону, в которой находятся необходимые позиции для подбора. Подтверждение выполненной операции, что необходимо для того, чтобы контролировать точность подбора и избежать ошибок. Это может быть как на уровне просто подтверждения в виде нажатия кнопки оператором, так и сканированных штрих-кодов, что позволяет полностью контролировать, что именно эта позиция соответствует необходимому листу подбора. Основные функции, которые позволяют реализовать принцип FIFO, позволяют обеспечить ускоренный подбор товара, благодаря тому, что те позиции, которые подбираются более часто, перемещаются ближе, как на выдачу, что автоматически сокращает скорость доставки полки с товаром именно по этим позициям, наиболее популярным. Основные функции управления контролем, о которых я уже частично рассказал, это в том числе очень четко и правильно работает в случае стыковки с WMS-системой данного оборудования. Одновременно могут управляться далеко не одна единица оборудования, то есть это может быть комплекс, причем разных систем, то есть это есть реализованные проекты, где работают и системы разных производителей, где работают одновременно системы карусельного и лифтового типа, обеспечивая комплексный подбор сразу из нескольких машин. Вкратце видите и весь список, который есть, и что важно, весь обмен информации, как я уже сказал, он происходит через систему Windows, то есть это фактически абсолютно типовые файлы формата Excel, либо текстовые файлы, которые не требуют специальной подготовки для того, чтобы он был сформирован, и фактически они легко воспринимаются как оператором, легко воспринимается той системой учета, которая есть у клиента, все это позволяет эффективно, быстро, просто иметь полную информацию о том товаре, который находится у вас на складе. Несколько методов организации хранения. У нас есть два основных подхода к тому, как проектируется система. В первую очередь хотелось бы рассказать о том подходе, который позволяет действительно обеспечить наиболее эффективное и плотное хранение. Это когда мы анализируем тот ассортимент, который есть у покупателя, который необходим для размещения в данную систему, и именно под этот ассортимент проектируется геометрия машины. Это позволяет, как видите на правой части слайда, организовать, пожалуй, наиболее плотное хранение, то есть система под названием FTP, Fixed Trade Position, позволяет, ну, фактически избежать пустого пространства внутри машины, то есть вы получаете таким образом наибольшую эффективность самого решения. Этот подход, он очень эффективен именно в том случае, когда вы заранее проанализируете ассортимент и узнаете, что вы будете хранить и сейчас, и в некой последующей перспективе. Второй подход к проектированию машины – это когда вы создаете машину, скажем так, универсальную, то есть вы не знаете, что вы будете хранить, у вас товар может быть абсолютно разный, вы готовы, что у вас на каждой полке могут храниться, начиная от ручек и заканчивая какими-то большими коробами, таким образом вы можете осуществить внедрение так называемой системы HOT, Height Optimization Trade, но при этом, вот как вы видите, вы получаете, да, действительно универсальное решение, но до 50% объема у вас остается пустым, потому что вы, не спрогнозировав, какая высота товара будет на полках, вы получаете, что одновременно вы укладываете в лоток и высокий товар, и низкий. Система, когда загружает полку, она имеет возможность контролировать высоту загрузки для того, чтобы избежать каких-то, скажем так, катастрофических ситуаций внутри автоматизированной системы, и именно вот эта вот осечка по верхней точке, или банально, вот вы когда вставите какой-то картонный короб, вы не закрыли клапаны, да, то есть клапаны у вас торчат вверх. Соответственно, система определила именно по открытому клапану высоту полки, и именно под эту высоту оставила пространство внутри все вертикальные части хранения под этот лоток. Соответственно, все остальное пространство правее и левее этой коробки – это воздух. выбор из этих двух подходов, а также интеграция системы позволяет сделать решение именно под требования конечного клиента. Система может быть спроектирована именно в четком соответствии с тем, как планируется работа, какие группы товаров должны находиться внутри, и вся информация будет находиться как и в системе учета товара у самого клиента, так и внутри машины. Решение доступно, ну, скажем так, почти для всех отраслей бизнеса. Безусловно, есть какие-то более популярные отрасли, где больше всего установок данного типа оборудования. Есть те решения, которые, ну, довольно специфичны, и те отрасли, где это применимо, но с некими ограничениями. Здесь перечислены, пожалуй, наиболее часто встречающиеся сферы деятельности, где данные единицы оборудования нашли свое применение. Ну, и дальше я хотел бы немножко рассказать о конкретных примерах, где и как это было реализовано. Один из примеров – это распределительный центр для хранения комплектующих автомобильных, собственно, автозапчастей. Здесь решение было в виде суммарно восьми вертикальных машин торнадо, плюс вся система завязана вместе с конвейерной линией, что позволяет обеспечить сортировку собранных заказов, которые собираются до двух тысяч единиц в сутки. При двухсменном работе все данные заказы распределяются по пяти направлениям отгрузки, как видно на прилагаемой фотографии и на данной небольшой сортировочной линии с конвейером. Также реализована система PickbyLight, что позволяет партиями собирать, то есть это своего рода волновой подбор заказов из восьми единиц оборудования торнадо вертикального типа. Часть системы интегрирована вместе с WMS-системой суммарно. Кроме данного оборудования также установлена и палетная система для более габаритных грузов, и весь склад общей площадью около 50 тысяч квадратных метров обрабатывает около 70 тысяч артикулов. Другое решение из более специфичной сферы – это судостроение. Почему здесь этот пример есть? Во-первых, я так скажу, в нашей стране судостроение – это далеко не последовательная отрасль с точки зрения развития. Кроме всего прочего, одно из основных предприятий находится под Петербургом, и вот данная отрасль для нас довольно, скажем так, востребована, и мы хотели бы именно и в этой сфере быть полезными для наших клиентов. В данном случае пример компании, которая занимается хранением и поставкой комплектующих для лодок и судов, где было установлено четыре вертикальных машины торнадо. Суммарно до 2000 позиций новых появляется на складе ввиду того, что меняется конструкция, тех судов, которые производятся клиентами, меняются требования, и всего около 10 тысяч артикулов хранится. Внедренное решение помогло реализовать сборку заказов в течение суток, то, что сейчас, скажем так, популярно в том числе и для онлайн-магазинов, хотя, если так брать современные требования московского региона, то наши онлайн-компании доставляют сейчас, наверное, за несколько часов, а не за 24 часа. Увеличение эффективности именно благодаря внедрению данной системы не только на этом предприятии, но и практически в любой сфере оно составляет до 60%. Это просто сокращение времени на пустое хождение оператора между стеллажами, а оператор четко располагается на своем месте, его единственная функция – это взять нужный товар и положить, в данном случае, в лоток, с тем заказом, к которому данный короб относится. Косметика и фармацевтика. Компания, которая имеет распределительный центр около 20 тысяч квадратных метров, попросила реализовать довольно эффективное решение по хранению именно вот таких небольших компонентов, которые относятся к данной сфере. И всего до 40 тысяч активных позиций с подбором до 8 тысяч строк в сутки были реализованы благодаря суммально семи системам хранения торнадо, и плюс для совсем мелких комплектующих была установлена система вертикального карусельного типа паттерностов. И еще один пример – это хранение совсем уже небольших комплектующих, это электронные компоненты, довольно свежая установка, где было внедрено три системы вертикального хранения торнадо, суммарно около 26 тысяч отгружаемых заказов в год для одной этой компании, 100 тысяч артикулов, и со всем этим справляются, собственно, всего шесть операторов, которые собирают необходимые заказы для отгрузки конечных клиентов. Совсем маленькое решение, но тоже эффективно, это уже, скажем так, это не совсем нон-фуд, да, это уже немножко в сферу продуктов, одно из предприятий агропромышленного комплекса, которое обратилось к нам с просьбой о решении для подбора совсем мелких комплектующих, но при этом их очень много. Если вы посмотрите, то всего со склада общей площадью 4 тысячи квадратных метров, который находится недалеко от Москвы, собирается до полутора миллионов штук позиций и отгружается клиентам, и одно из решений, которое действительно помогло данную задачу реализовать, это внедрение системы торнадо на данном предприятии и интеграция его в систему учета WMS системой компании. Далее вы можете ознакомиться, наверное, со списком, в определенной степени, наверное, проще прочитать, чем я буду озвучивать, но тем не менее, это вот резюмеры, все основные моменты, для чего нужна данная система. Это целый ряд задач, которые оборудование решает, это повышение эффективности, это действительно удобство и эргономичность, это экономия полезной площади, то есть, условно, все то, что вы можете расположить внутри системы вертикального типа, это примерно равняется 2-3 мезонинам полочным, которые будут располагаться на, соответственно, в 2-3 больше площади на складе, то есть вы таким образом будете просто задействовать лишнюю либо собственную, либо арендованную площадь для хранения. Это сокращение времени, благодаря тому, что оператор факел, фактически находится на площади нескольких квадратных метров и экономит время на том, что он гораздо меньше перемещается между ячейками, и фактически весь товар доставляется именно к оператору, что называется good-to-man. сокращение числа ошибок именно благодаря тому, что высокая эффективность информирования оператора о том, какую позицию взять, высокая степень контроля, чтобы была взята с полки именно необходимая для данного заказа позиция. Ну и, собственно, надежность системы. Срок службы, он действительно большой. У нас есть инсталляции, которые работают по 15-20 лет, и на самом деле это не предел. Качество оборудования и своевременное сервисное обслуживание позволяет работать как автоматизированным, так и самым обычным системам хранения на протяжении десятков и десятков лет. Ну и резюмируя, да, действительно, для очень многих, большинства отраслей данное решение может быть применимо. Это действительно экономит затраты в долгосрочной перспективе. Это сокращает ошибки, минимизирует потери компании ввиду того, что было собрано не то и не так, и, соответственно, возврат – это дополнительные потери для предприятия. Ну, а также высокая эффективность использованной площади для хранения и комплектации заказов. Применительность данного оборудования, пожалуй, это все. Хотел бы передать слово коллеге Артему Долгих, который уже расскажет вам о более, скажем так, специфичных вещах и уже о том, как данное оборудование может быть полностью интегрировано для полноценного функционала вместе с системой учета на складе, либо на производственном предприятии. Коллеги, здравствуйте. Спасибо большое, Владислав. Я попрошу, наверное, Владислава и Тимура, которые уже свои части отработали в этом вебинаре, посмотреть на те вопросы, которые уже нам задали. И после того, как закончится моя часть выступления, чтобы мы уже на какие-то из них начали отвечать или там задать уточняющие вопросы, потому что спросили там из нашей аудитории. Про что хотел бы сегодня рассказать вам я? Действительно, в последнее время все чаще и чаще наши заказчики приходят к нам с вопросом не только про автоматизацию склада, но и про внедрение высокотехнологичного оборудования. Не обязательно вопрос про то, про который рассказывал Владислав, но, что важно, есть отчетливый тренд на повышение уровня роботизации складских площадок как в нашей стране, так и в ближнем зарубежье. И проекты, которые мы делаем, не только внедряя систему по управлению складом, но и интегрируя в этот периметр различных роботов, различные шкафы, сортеры, конвейеры, эти проекты обладают определенными особенностями. Если говорить о автоматизации, то, как это было какое-то количество лет назад, то рынок систем и рынок функциональных требований к этим системам, он сформировался, и сформировался таким образом, существует уже подтвержденный всем мировым сообществом стандарт, который описывает необходимые функциональные возможности систем управления складом. Здесь речь идет о том, что есть как базовые функции ВМС-систем, так и дополнительные. И говоря о проекте по автоматизации склада при помощи ВМС-системы, вы, в принципе, можете рассчитывать на то, что ВМС-система будет удовлетворять большей части ваших требований и ожиданий от того, что вы хотите получить по результатам проекта. Говоря же о проектах по автоматизации склада, частью которых является внедрение роботизированного оборудования, IT-ландшафт видоизменяется. Дело все в том, что в дополнение к ВМС появляются так называемые системы по управлению контроллером. И наш опыт, опыт, который мы получили в десятках проектов, говорит о том, что эти системы, системы по управлению складом, системы по управлению контроллерами, не то что разные, они принципиально разные. И разные не только по своим функциональным возможностям, по возможностям платформы, по возможностям развития, они разные с точки зрения подхода к организации проекта. Дело все в том, что сам рынок ВМС-систем нацелен на то, что он сформирован таким образом, что редко, когда что-то внедряется коробкой, внедрение осуществляется в рамках проекта, который длится определенное количество времени, и в рамках этого проекта вы имеете возможность контактировать с внедренцем много раз. Вы принимаете участие во встречах, вы ставите задачи, вы принимаете участие в обсуждениях, и по сути вы получаете систему, в проектировании которой вы не только приняли участие, но и многое утвердили и согласовали. Система же по управлению контроллерами – это программный продукт другого класса. И на следующем слайде я вам расскажу, с какими рисками в ходе внедрения вот таких проектов мы сталкиваемся, и дальше там попытаюсь подытожить, как этим всем можно поуправлять. Ключевое находится где? Ключевое находится в ошибке при распределении функций и задач между двумя этими системами, которые, в свою очередь, приводят к необходимости развивать не какую-то одну из этих систем после того, как основной проект закончен, а приводит к необходимости развивать системы в параллель. И вот если говорить про ВМС, то с этим все, собственно, понятно. Мы, как внедренцы, внутри себя имеем прям целый набор продуктов, которые позволяют поддерживать и развивать нашу систему после того, как закончена основная фаза внедрения. Так вот, с системой по управлению контроллерами мы квалифицируем там 4 группы, рисков, которые можно характеризовать как проблемы с лицензированием. Подавляющая большинство проблем с лицензированием, наличие гарантий, возможности платформы и качество спецификации к этой платформе, и риск, которым собирательным назвали там «Седовлас и немец», этот риск связан с теми людьми, которые на самом деле смогут поддерживать и развивать систему по управлению контроллером. Немножко подробно. В подавляющем большинстве случаев, говоря о проектах роботизации, мы говорим о поставщиках оборудования, центр компетенции, который расположен не в России. Соответственно, лицензирование, правила определения количества подключений, правила определения лицензирования по каким-то характеристикам оборудования, все это находится не в локации российской, и практически всегда разобраться детально из чего, что состоит, и что придется докупить в случае вашего будущего развития весьма проблематично. Валютное ценообразование. Риск, хоть в каком-то смысле нам всем и понятный, но сложно управляемый. То есть колебания спроса рубля к основным валютам могут показаться неприятным сюрпризом. И еще один риск, связанный с лицензированием, это отсутствие альтернативы. Если вы установили взаимоотношения с каким-то поставщиком, то поменять там центр лицензирования будет весьма проблематично. Сложности по платформам и спецификациям. В подавляющем большинстве случаев, говоря о платформах, и дальше я там продемонстрирую это на слайдах, мы сталкиваемся с тем, что решение разрабатывается, решение по управлению роботизированным оборудованием, разрабатывается на совершенно неожиданных платформах. В этом нет чего-то там критичного и проблемного с точки зрения способности комплекса, но с точки зрения последующего развития, скорее всего, у вас не получится забрать вот эту задачу in-house. Найти своих специалистов, которые смогут на платформе решения, о выборе которой принималось 10, 15 лет назад, найти того специалиста, который сможет обеспечить должный уровень качества добавочных решений. Через проект мы сталкиваемся со сложностями, связанными с качеством документации. Одно дело документирование систем, релизы которых выпускаются регулярно и являются частью программ по сопровождению клиентов после запуска систем по управлению складом. Другое дело документирование релизов, которые сопровождают роботизированное оборудование. Очень часто мы, приходя в проект, получаем документацию, актуальность которой датируется год, 2, 3, 4, 5 назад, что в свою очередь приводит к тому, что мы вынуждены заниматься неокром с точки зрения анализа сетевого трафика, сканирования портов и много другого увлекательных мероприятий, связанных с тем, чтобы подключиться к системам каких-то поставщиков. Есть у нас вопрос о гарантии. Это очень важно. Действительно, гарантийные обязательства, которые попадают в область международной юриспруденции, это штука, которая является достаточно рисковой такой историей. И если мы говорим о том, что в проекте мы не закончили все, что необходимо было сделать с системой по управлению вот этим специализированным оборудованием, то проект по развитию, который начнется позже, может очень серьезно видоизменить гарантийные обязательства, которые несет перед собой, перед клиентом, поставщик данного оборудования. Ну и самый такой живой риск, которым называем, то есть Сидорлас и Немец, смотрите, с чем он связан. В подавляющем большинстве случаев поставка такого специализированного оборудования, это про то, что софт, который едет вместе с ним, не развивается каким-то там, как тиражным продуктом, когда есть целая группа там R&D, когда есть группа внедренцев, когда есть целый штат, который там обеспечивает добавление функциональности, обучение клиента. А в подавляющем большинстве случаев это небольшая группа сотрудников, которая сидит там в штаб-квартире и на площадку большого желания приехать неиспытывающий. В случае, когда у вас вот этот проект по внедрению роботизированного оборудования растянулся там за пусконаладочные работы, продлился на развитие, вы рискуете оказаться в ситуации, когда от вендора специалистом, который будет поддерживать это развитие, будет не тот человек, который обладает максимальным набором компетенций, который действительно понимает, как устроен этот софт. Это будут монтажники-инженеры, которые прошли там небольшой курс подготовки и сложные вопросы, не то что оперативно, в принципе, решить не могут. И, собственно говоря, чтобы вот визуализировать немножко перед вами, я прямо на некоторых слайдах собрал те спецификации, с которыми нам пришлось столкнуться. Просто чтобы вы их оценили с точки зрения вот взять эту спецификацию, отдать там специалисту внутреннюю службу и сказать там вот давайте там разберемся и попробуем там что-то сделать самостоятельно. Как вы видите, да, то есть архитектурно это очень разные решения. решения по тому, как это нужно было сделать. Там принято специалистами, которые там, может быть, ситуация, когда даже не смогут объяснить, почему именно такой набор полей, какие взаимосвязи между полями таблиц, почему именно такой IP там определен, почему такие порты выделены. Поэтому вот эта сложность разнообразия это основная причина того, что попытка поиграть в модификацию вот этих систем по управлению контроллерами практически всегда приводит к набору неуправляемых рисков. И отсюда, собственно говоря, основной посыл, который хотелось бы там донести до всех, это то, что на этапе, когда вы принимаете решение о том, какое ароматизированное оборудование должно появиться у вас на складе, ровно на этом же этапе нужно принять решение о том, каким образом разделяется бизнес-логика между теми системами, которыми появится в вашем IT-ландшафте. Система, как я уже говорил, дверь, это система, которая, собственно, управляет роботом и система, которая управляет складом. Наш совет, который подтвержден десятками проектов, если уж вдруг необходима работа по адаптации системы, которая управляет контроллерами, эти работы должны быть разными. Цель полагания должно быть в таком, чтобы система управления контроллерами вместе с данным роботизированным оборудованием после проекта превратилась в некий черный ящик. Обязательно все эти работы нужно осмыслить, осметить, согласовать, прописать до того, как вы подписали финальный контракт с поставщиком оборудования. После того, как оборудование будет поставлено и будет осуществлено пусконаладочные работы, какое-то развитие превратится в головную боль. Ну и говоря о той части, которая относится к системе управления складом, конечно же, на этапе контрактования нужно понять, каким образом с этим черным ящиком система управления складом взаимодействует. И в идеале, наверное, в самом начале пытаться придумать истории, когда однотипные действия комплекса роботизированного оборудования, система управления складом сможет по-разному трактовать. Ну, не знаю, в одном случае, говоря про сортер, она будет рассортировывать по каналам сбыта, в различные магазины, загружая через лотки. А в другом случае она будет рассортировать возвратный поток, пришедший при смене коллекции из ваших же магазинов. Таким образом, сортер, выполняя одну и ту же работу, сортировку по какому-то признаку, но с точки зрения системы управления складом это там будут разные операции. Вот такой набор разных операций, их нужно, конечно же, смоделировать в начале и уже правильным образом трактовать ту информацию, которую обратным ходом вы получаете из системы по управлению контроллером, собственно, по управлению роботизированным оборудованием. Мы обязательно потом поделимся материалами со всеми теми, кто участвовал в этом мероприятии. Контакты, по которым можно связаться с нами, они будут в конце этой презентации сейчас у вас на экране. Наверное, огромное всем спасибо. Спасибо, Владислав, спасибо, Тимур. До новых встреч. Спасибо большое. Всегда готовы ответить на вопросы, предложить наиболее оптимальные и нужные для вас решения. Спасибо. Продолжение следует...